Масштабным преследованием свободы слова в Крыму управляли всего несколько десятков человек. Об этом заявляют украинские общественные организации. Они создали список душителей свободы в Крыму. В него вошли те, кто отдавал приказы преследовать, запугивать и избивать журналистов, волонтёров и всех инакомыслящих на оккупированном полуострове. В списке – русские и крымские чиновники, представители крымской самообороны, сотрудники силовых и правоохранительных органов, руководители пресс-центров. Среди них – экс-прокурор Наталья Поклонская, файковые главы правительства Крыма Сергей Аксенов и Владимир Константинов. Активисты говорят, одним из самых ярких примеров нарушения прав и свобод в Крыму – дело волонтёра и участника АТО «Запорожье» Евгения Апанова. В августе 2016 года его безосновательно задержали на территории Крыма и обвинили в попытке диверсии и теракта. При этом его не раз пытали, не дают общаться с близкими, а адвокатов к нему пустили, только через несколько месяцев после задержания. На прошлой неделе суд продлил его задержание ещё на три месяца. Как долго это будет продолжаться, никто не знает. Крым – это даже не российская территория, это дикая территория. Там не действуют законы, ни российской, ну, Украины, конечно, не действуют, но и Российской Федерации тоже не действуют. Там действуют законы ФСБ. И что они захочут, то они и сделают. И кого они захочут, то с этим они и расправляются. Понимаете, там никакого защита абсолютно нет, поэтому там очень сложно, в том числе, работать адвокатом. Министерство информполитики вместе с правозащитными организациями уверены, несмотря на то, что украинское законодательство на территории оккупированного Крыма бессильно, преступники должны быть наказаны. В этом может помочь международное сообщество. Мы уже провели переговоры с деякими представниками посольства, которые находятся тут в Украине, про то, чтобы, возможно, этих людей, которые есть в этом списке, чтобы их внесли до санкционных списков додатково, додатково, тобто, с формуливанием, что за порушение свободы слова в Крыму. На этом работа крымской правозащитной группы не заканчивается. Они уже создали список судей, которые причастны к политическим преследованиям крымчан. Среди них есть как граждане Украины, так и России. Все они выносили решения, нарушающие права человека, и отправляли украинских граждан в СИЗО либо колонии.